Благодарим заместителя высокого представителя по вопросам разрушения Хадеджи Эба за его брифинг. 131-й ежемесячный доклад техсекретариата ОСХО под названием «Прогресс в ликвидации сирийской химической программы» является очередным ярким примером ангажированности данной структуры. Вновь вынуждены повторить, что содержание докладов гендиректора данной организации не сбалансировано. Тиражирует однотипные обвинения в адрес сирийцев и заточено под одну цель – создать впечатление, что диалог ОСХО и Сирийской Арабской Республики буксует исключительно из-за некоперабельности и недобросовестности сирийской стороны. Так, в нем вновь не к месту выпячивается раздутая техсекретариатом абсолютно надуманная и не имеющая отношения к отчетному периоду проблема с выдачей визы одному из сотрудников миссии по оценке первоначального объявления в Сирии. При этом намеренно замалчивается тот факт, что эту ситуацию удалось разрешить исключительно благодаря усилиям и доброй воле Дамаска. Совершенно абсурдными и непрофессиональными выглядят параграфы относительно планов проведения 28-го раунда консультации между МООС и сирийскими властями. Руководство Сирийской Арабской Республики приветствовало его организацию и выразило полную готовность продолжить дискуссию для согласования необходимых модальностей, включая даты, которые устраивали бы обе стороны. В этой связи нам абсолютно непонятно, с какой целью данной сугубо технической детали посвящено целых три пункта доклада. Как видится, единственная цель – это выставить Сирию в неприглядном свете. При этом никто не удосужился отметить тот факт, что, несмотря на продавленное ущемление Дамаска в правах и привилегиях по КЗХО, он продолжает добросовестно взаимодействовать с ОСХО и выполнять свои обязательства по конвенции. Сирия оказывает все необходимое содействие инспекциям, проводимым представителем ЗАЦИИ. Напомним тем, кто этого не хочет замечать, что за 10 лет было проведено 150 технических встреч, осуществлено 45 визитов на объекты, отобрано 180 проб, 350 документов было получено от Дамаска. Думаю, что наши сирийские коллеги сегодня сами расскажут о проделанной работе, чтобы у Совета появилась возможность получить более объективное представление о происходящем. Доклады гендиректора по-прежнему не позволяют это сделать. При всем этом важно не забывать, что взаимодействие с МООС – это часть добровольных двусторонних обязательств, которые взяла на себя Сирия. Мандат МООС не предполагает никакой деятельности по расследованию. Ее задача – лишь содействовать сирийской стороне в подготовке ее первоначального объявления. В этой связи удивляет, что в докладе нарочито акцентируется факт в движении МООС с сирийцем двух новых технических вопросов, ввиду обнаружения остаточных следов ряда списочных химикатов. При этом указанный рабочий момент безосновательно преподнесен чуть ли не как обнаружение запасов химического оружия. Считаем неоправданным решение техсекретариата относительно открытия двух новых вопросов. Очевидно, что никакой спешки для включения этих тем в перечень нерешенных не было, и можно было бы дождаться получения дополнительных разъяснений от Дамаска. Наши эксперты убеждены, что и большую часть остающихся нерешенных вопросов теоретически можно закрыть. При этом необходимо учитывать сложности в предоставлении достаточно большого объема реальных и или документальных подтверждений в силу объективных причин, а именно военные действия на территории Сирийской Арабской Республики, сроки осуществления вероятной подозрительной активности, ускоренный порядок уничтожения сирийской химической правительской программы и так далее. Хотя и тут нет ничего удивительного, ведь мы неоднократно в стенах этого зала просили разъяснить, чем объясняются различия в подходах по этому вопросу к Сирии и к другим странам, которые сталкивались с аналогичными проблемами, но на которые не обрушивалось за это такого шквала критики, как на Дамаск. Приводили на этот счет конкретные примеры, но ответа так и не получили. Сожалеем, что в докладе не нашел отражения и тот факт, что в текущем году, благодаря взаимодействию Дамаска с МООС, были закрыты три из ранее имевшихся вопросов. Отрицать достигнутые успехи на этих направлениях значит идти против истины. Исходя из того, как подают эту тему западные члены Совета, становится очевидным, что любой прогресс в сирийском химическом досье становится у них костью в горле, и они делают все возможное, чтобы его игнорировать. В этой связи хотелось бы напомнить коллегам, заявляющим о сокрытии якобы имевшихся у Дамаска запасов химоружия, что они до сих пор не представили ни Совету безопасности ООН, ни ОСХО, никакой информации по неким сирийским объектам по производству и хранению химоружия, которые эти страны атаковали в апреле 2018 года, действуя вразрез с уставом ООН, что само по себе является грубейшим нарушением в резолюции 21.18. Подобная политизированная подача имеет под собой лишь одну цель – ввести в заблуждение Совет и подыграть линии недругов Дамаска на бесконечное поддержание на плаву сирийского химдосье. Цена за подобные действия – зашкаливающая политизация ООН. В итоге наносится очевидный ущерб режиму запрещения химического оружия в целом. Подрывается способность организации реагировать на реальные вызовы, которые стоят перед международным сообществом в сфере химразоружения и нераспространения химоружия. Призываем наших западных коллег задуматься, стоит ли их мелочность и мстительность по отношению к победившему терроризм сирийскому правительству подобных последствий для международного сотрудничества в этой сфере. Благодарю вас.